Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал TechUnion, а меня зовут Даня. Сегодня мы с вами посмотрим на интересные аксессуары от компании Sandmark. Это аноморфная насадка на ваш смартфон. И также, ребята, отправили еще Pro Case. Давайте про это все расскажу, а потом посмотрим на примеры съемки на 12-й iPhone. Погнали! Итак, давайте вкратце пробежимся по комплекту. У меня здесь две коробки. Если вы покупаете аноморфную линзу, то вы получаете вот такой вот комплект. Это коробка. Собственно, в коробке вы сможете найти сам кейс. Далее вы можете найти вот такую прищепку для того, чтобы, если вдруг вы не хотите использовать ваш смартфон вместе с кейсом, и у вас, например, не iPhone, а в комплекте у нас идет все это дело под 12-й iPhone, то у вас есть возможность прицепить все на прищепку. Снимаете все возможные заглушки. Далее с помощью резьбы прикручиваете это на прищепку. И далее вы можете без проблем прицепить аноморфную насадку на любую вашу линзу. Даже, например, если у вас три камеры, это также можно удобно сделать. В принципе, привычная аноморфная линза просто для смартфонов. Итак, теперь давайте рассмотрим отличия вот этих двух чехлов. В левой руке у меня чехол, который идет в комплекте с аноморфной насадкой. В правой же тот, который вы можете приобрести отдельно. Они оба под 12-й Pro Max iPhone, поэтому, в принципе, вы также на сайте Sandmarco сможете найти версии и под 12-й iPhone, и под 11-й. То есть, все возможные варианты там есть внизу. Ссылка будет в описании под этим видео. В чем отличие? Чехол, который идет в комплекте, он сделан из пластика. Здесь есть металлическая вставка, две резьбы, то есть, под обычную камеру и под телевик. Под широкоугольную камеру резьбы нет, потому что на широкоугольную камеру с аноморфной насадкой никто снимать не будет. Это что касается первого чехла. Он у нас полностью пластиковый. Здесь внутри вроде как какое-то резиновое покрытие, но сильно оно защищать корпус вашего смартфона не будет. Что же касается второго чехла, который вы можете приобрести отдельно. Здесь, в принципе, вся та же история. Единственное отличие заключается в том, что чехол уже идет из такого софт-тач пластика. Внутри у нас есть что-то наподобие мягкой какой-то истории, чтобы ваш корпус не царапался. И также имеется MagSafe, что не может не радовать, потому что в моем, например, чехле, который я использую со своим айфоном, также есть MagSafe. И, в принципе, если вы заряжаете свой айфон с помощью MagSafe, то это кольцо лишним точно не будет. Выглядит это все следующим образом. Вы берете ваш телефон, вставляете в чехол. И, в принципе, вы так и можете его использовать. То есть, как обычный чехол, если вы знаете, что довольно часто вам нужно снимать видео на аноморфную насадку. Откручиваем теперь ее с прищепки и давайте прикрутим ее на одну из линз. Сразу хочу сказать, что прикрутить ее с первого раза будет довольно-таки сложно. То есть, нужно приловчиться, чтобы попасть в резьбу. Но перед тем, как вы прикручиваете, убедитесь в том, что линза на вашем смартфоне чистая, без всяких пятен и так далее, чтобы картинка была максимально правдивой. И далее вам необходимо расположить ваш телефон горизонтальным образом. И у нас на чехле здесь имеется специальная прорезь. Она у нас также имеется вот здесь в виде полосочки. И на самой оптике у нас имеется также эта полосочка. Когда мы их совмещаем, мы с вами получаем идеально ровную оптику. То есть, основная задача заключается в том, чтобы линии параллельные на этом прямоугольнике были параллельны к земле. Для того, чтобы у нас не было никаких искажений в кадре. И после этого можете снимать. Данная аноморфная насадка у нас с коэффициентом 1.33. И используя приложение, например, Filmic Pro, вы можете сразу же без проблем сделать в реальном времени дисквиз вашего изображения. То есть, вы можете сделать его таким, как оно должно быть уже на посте. И таким образом сразу же прямо со смартфона его запостить. Я, например, делал видео у себя в Инстаграме, который снимал на iPhone. Потом смонтировал его в Volume Fusion на iPad. После чего получилось неплохое видео. В IGTV у меня в Инстаграме. Сможете найти по ссылке в описании. Оно там есть. Ну и сегодня мы снимем еще одно видео. Сделаем его более кинематографическим, что ли. И что можно добиться на аноморфную насадку от компании Sandmark. И давайте узнаем, что у нас получилось. Полетели! Ну и теперь давайте подведем итог. Если вы хотите получать аноморфную картинку, хотите получать блики от вашего света и снимать при этом все на смартфон, то эта линза точно для вас. Обойдется она вам в 129 долларов на сайте компании Sandmark. Ссылка будет в описании. Ну а в комментариях пишите, как вам это устройство. Вы использовали ли бы вы его для какой-то коммерческой съемки или же, например, снимали просто себе видео в Инстаграм, ТикТок или Ютуб. Будет интересно почитать. Ну а с вами был Даня, канал TechUnion. Пишите свои идеи в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы стартуем и летом будет очень много интересных выпусков. Поэтому не пропустите. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok